Друзья, приветствую, как видно, как слышно, так отлично. Вот, друзья, сегодня 26 июля, среда 13.00, значит традиционно у нас сегодня технико-экономический вебинар Skyway, который будем проводить мы с Алексеем Суходоевым, вот, поэтому, друзья, в дальнейшем идем в нашем плавании, на нашем ковчеге Skyway, как он сегодня больше и больше проявляется и становится с точки зрения экономики, это все, друзья, как раз мы с вами обсуждаем и комментируем то, что происходит, даем оценку, анализ, анонсы того, что происходит в проекте Skyway. Я уже сейчас, как вы заметили, мы пока отказались от логики для новичков, чтобы давать вебинар, мы для них будем, сейчас готовим такую запись уже в виде студийного вебинара и когда новичок только входит, вы всегда можете дать ему ссылку, он может посмотреть вводные вот эти вот вебинары и технико-экономические и по, соответственно, проекту развития, все это будет вот в таком вводном вебинаре, а мы уже делаем, как мы его называем, расширенный технико-экономический вебинар, где мы делаем анализ со всего, что происходит уже и внутри проекта и вовне через призму именно Skyway. И, друзья, можно уже сейчас констатировать, все это уже становится такой жесткой традицией, что после второго Экофеста, который прошел первую июль, первую субботу июля, это было первое июля, значит, следующий фестиваль будет первую июлю субботу, это седьмое июля, очень хороший день и хороший с точки зрения православного большого праздника и с точки зрения нас, как именно уже традиция Skyway, то есть продолжение вот этого нашего грандиозного праздника, которого прошел 1 июля. Так что, друзья, начинаем, то есть на прошлом вебинаре мы уже ввели, начинаем обратный отсчет, значит, до следующего Экофеста осталось, друзья, уже 334 дня. То есть, казалось, время летит очень быстро, вспомните, что еще на предыдущий Экофест 2017 года начали отсчеты 100 дней, вот, а сегодня уже, друзья, 334 дня до следующего Экофеста. Это будет очередная веха в развитии Skyway, в развитии нашего проекта, в развитии вообще всей транспортной отрасли, развитии всего технологического процесса, который идет сегодня в цивилизации. Поэтому, друзья, то, что мы будем показывать и то, что вы увидите в течение этого года, то, что будет готовиться, конечно, это небо и земля по сравнению с тем, как, что мы показали на Экофесте 2017. 2017 год, конечно, был очень важный момент, мы Юницкий продемонстрировал технологию. Сегодня нет ни у кого вопросов, что технология существует, что она отвечает тем заявленным требованиям, которые есть, и дальше она имеет огромные-огромные перспективы, и это подтверждает сейчас и огромное количество переговоров, которые идут, потому что после Экофеста инженер Юницкий вместе с Виктором Бабуриным, заместителем генерального директора, они сразу улетели в Юго-Восточную Азию, они были в Индии, где провели переговоры и с министром транспорта, и с рядом губернаторов, и ключевых игроков, которые занимаются и транспортом, и инвестициями. Как мы уже говорили, там много обсуждалось, что какие-то неточности на прошлом вебинаре, кто-то не так понял. Значит, открыли сейчас два офиса в Дели, столице Индии, то есть один офис это GTI, это Global Transport Investment, это головной компанией, которая и один офис уже адресного проекта, который непосредственно будет уже с применением технологии Skyway уже делать конкретные проекты. Мы, друзья, сознательно, и вы должны и к этому привыкать, и понимать, что мы не называем сейчас штаты, мы не называем сейчас фамилии и имена очень многие, потому что, друзья, все-таки сейчас информация, которая идет на наших вебинарах, которую мы ведем с Алексеем Skyway Capital, и как директора Skyway Capital, это не информация, которая идет от головной компании, это мы говорим для своих партнеров в фонде и для тех, кто приходит в проект, это раз. Второе, официальная информация может идти только от трех людей в компании, это сам инженер Юницкий, который является автором проекта Skyway, заместитель генерального директора Виктор Бабурин по поручению Юницкого, и третий человек, который может давать, скажем так, свою позицию, это Надежда Геннадьевна Косарева, это генеральный директор заоуструнные технологии. Вся остальная информация, друзья, должна восприниматься как неофициальная, но, как вы уже, наверное, и привыкли, и на наших с Алексеем вебинарах всегда очень часто анонсируется то, что потом официально подтверждается, это такая некая подготовительная работа и для того, чтобы акцентировать на счет о внимании, и для того, чтобы давать именно направление, куда можно думать и делать, и это как раз тоже все, в общем, складывается в информационное поле, которое идет и от информационных выпусков Skyway Capital, и тех вебинаров, которые сегодня ведутся, огромное количество на разных языках от фонда, и те новостные выпуски, которые сегодня идут от головной компании, и, естественно, репортажи, которые проводят глава пресс-службы компания, это Михаил Кириченко. Соответственно, очень много выходит статей аналитического плана, информационного плана, все, что связано с развитием проекта. Поэтому, друзья, можно сейчас четко говорить и констатировать, что в информационном поле проект Skyway сегодня занимает очень такую существенную роль в интернете, можно получить любую информацию, которую можно сегодня, которая интересует, узнать все о проекте и для себя принимать решение, интересно проект или нет. На прошлой неделе Юницкий вернулся из Индии, как мы уже говорили, после переговоров с высокопоставленными чиновниками. Там принято решение о строительстве трасс уже в этом году и началось уже проектирование. Всего определено там даже не десятками, а сотнями проектов, которые будут реализованы в этот и на следующий год запускаются. Под них уже готовятся, вы тоже, наверное, видели все репортажи, которые идут с производства и подвижного состава, и путевой структуры. То есть готовится сейчас опытное мелкосерийное производство, вот также сейчас уже готовится к производству серийный завод, ну еще не на большие партии, но тот, который будет обслуживать и готовить подвижной состав для первых проектов. И сейчас уже определяется и место, и соответственно финансирование под создание уже крупного, крупносерийного завода. Вот поэтому это, друзья, как раз то, что будет нас, мы с вами будем рассмотреть в 2018 году. Вот. А те, кто был на Экофесте, особенно наши активисты, вы побывали на производстве, опытном промышленном производстве, которым руководит Александр Викторович Сентневич. Это, ну, я считаю, выдающийся сегодня технолог, инженер, и всей команде нам очень повезло, что такого рода специалисты работают сегодня в нашей компании, и благодаря ему как раз и мы увидели великолепном качестве исполнения и Unibike, и Unibus 14-местный, и Unibus 40-местный, и Unitrack. Сейчас готовится еще целая линейка уже под заказы конкретных проектов. Уже изготавливаются новые Unitrack уже и под перевозку леса, и под перевозку жидких наливных грузов. Вот. Это, друзья, как раз та линейка, которая сегодня начинает дополнять те задачи и функции, которые стоят перед транспортной системой, и то, что мы с вами создаем сегодня Skyway. По результатам работы в Индии поступил еще один очень крупный и серьезный такой заказ. Это на очень высокие углы, то есть подъема около 30 градусов. Вот. Соответственно, Unitsky взял на себя обязательства, и что-то мне подсказывает, что они будут выполнены, что еще до конца этого года будет продемонстрирована путевая структура с углами подъема даже более 30 градусов. Естественно, что там должно быть совсем другой подвижной состав, он не может ехать под углом, то есть это маятникового типа, он должен сохранять горизонтальное движение. Там целый комплекс технических решений, которые сегодня разрабатывают, но это, друзья, огромнейший сегодня и рынок, и заказ. Это все, что связано с преодолением горных препятствий, это строительство в пересеченной местности, это целое направление, без которого невозможно представить развитие SkyWay. Естественно, что вы тоже видели все репортажи. Мы, к сожалению, друзья, Мирополис сегодня не поддерживает ссылки из Ютуба, то есть у них там разногласия, поэтому мы не можем показывать многие ролики, они идут в плохом качестве, поэтому мы будем нарезать по две минуты и через другие, соответственно, ресурсы показывать на наших вебинарах, но это, друзья, чуть-чуть мы эту систему только отлаживаем, поэтому сейчас просто будут идти ссылки в чатах, ну и, соответственно, те, кто на наших ресурсах подписан, вы предпонимаете, представляете, о чем идет речь. То есть всю прошлую неделю как раз шли репортажи, где показывали и Юнитрак на гибкой путевой структуре с пролетом в 400 метров, потом на испытания встал уже Юнибайк, то есть по полной закольцованной системе, то есть все, что сегодня необходимо было сделать от путевой структуры 800 метров с пролетами 40 метров и потом тремя пролетами 200-400-200 возвращаться с двумя разворотными кругами, это, друзья, все реализовано и сейчас это уже эксплуатируется, это полным ходом идет о промышленных испытаниях, поэтому, друзья, это уже законченный элемент демонстрации, который сегодня есть. И сегодня на нем испытываются и апробируются два подвижных состава, это Юнибайк и Юникар, Юнитрак, соответственно, для сыпучих грузов, там весом до 3 тонн. Сейчас готовятся уже к испытаниям на этой путевой структуре уже 14-местный Юнибус, соответственно, также будут готовиться более тяжелые уже грузовые машины, это тоже будет конец, ну, перевозку леса под проекты, которые будут запускаться в этом году и в России и за рубежом, соответственно, это будет уже конец этого года, поэтому, друзья, эта линейка расширяется и сейчас мы уже активно работаем над большим количеством адресных проектов, тут много задавалось вопросов, друзья, и по Арабским Эмиратам, и по нашим друзьям Шейхам Алексей тоже расскажет, и, друзья, работа идет полным ходом, и очень многие вещи сейчас уже мы не можем говорить, потому что это выходит уже в разряд бизнеса, и тоже прошу к этому относиться с пониманием, информации для троллей всегда будет достаточно, они всегда будут чем-то недовольны, над чем-то умываться, то есть это, друзья, собака лает, караван идет, вот, а у нас сегодня по Индии и по Индонезии, у нас Виктор Бабурин, он еще до сих пор в Индонезии, вот он ведет переговоры сегодня на самом высоком уровне, и завтра планируется очень и очень серьезная встреча, давайте, друзья, все вместе, это в этом тоже, друзья, как раз есть наша сила, пожелаем ему удачи, вместе пожелаем ему уверенности, хотя и Виктору ее не занимать, но тем не менее, я думаю, что если мы все вместе будем ему помогать, мысленно помогать и желать ему успехов, то это и наш общий успех, поэтому завтра, ну, я не могу сказать, что ключевая встреча или ключевая, но очень серьезная веха и развитие вообще всего проекта в Индонезии, в Юго-Восточной Азии, вот, поэтому, друзья, работа идет, я вчера проводил тоже очень такие серьезные переговоры с людьми, которые готовят встречу уже и Юницкого, и Бабурина с президентом Боливии, Моралесом, поэтому это тоже, я сегодня Виктора обрадовал, что Виктор, готовься, в ближайшее время придется лететь в Боливию, это с четырьмя пересадками, 30 часов, на что он, конечно, что-то мне подказалось, что он не сильно этому обрадовался, вот, но, друзья, это тоже очень, мы рассказывали вам, что мы несколько лет назад уже взаимодействовали с руководством Боливии, мы подготовили проект под перевозку железной руды с месторождения Мутун, сегодня там есть еще очень интересные проекты, связанные и с транспортировкой литиевой соли, то есть это аккумуляторы, это будущее сегодня есть, и с строительством и освоением новых месторождений Боливия сегодня является 40% запаса всех углеводородов, поэтому, но это не освоенные территории, поэтому, друзья, там очень-очень большая программа, и что для меня абсолютно, друзья, вот я вчера, ну, к сожалению, по своему невежеству узнал, просто никогда не задавался вопросом, что столица Боливии находится на высоте 4200 метров, и туда садятся самолеты между двумя горами, которые 5200 и 5400, но что самое, друзья, интересное, в самом городе перепад высот 500 метров, вы можете представить, что это было соответственно, на ущельях, и где перепады 500 метров, вот там есть районы, где люди месяцами не могут из одного перебраться в другой, то есть они не то, что нет возможности, а просто нет такой необходимости, и это живут как отдельными такими поселениями, и естественно, что сегодня легкий транспорт, который может пролетами до трех километров соединять различные ущелья, которые могут переходить на любые высоты и с уклоном еще до 30 градусов, естественно, что для Боливии это просто крайне интересный вопрос, и мы как раз сейчас и напрямую общаемся с человеком, который непосредственно является очень близким помощником с президентом Боливии, и это тоже очень и очень интересное направление, которое пойдет, и здесь просто вчера эта встреча возникла, ну как абсолютно случайно, это через моих там друзей в дипломатическом корпусе, но когда мы стали обсуждать, и когда этот человек увидел и услышал и посмотрел ролики, он был просто в шоке, он сказал, что друзья, вот прям в ближайшее время мы вас ждем для презентации проекта в Боливии, мы обязательно пришлем официальную делегацию в Эко-технопарк, и мы обязательно будем сотрудничать, исходя из того, что то, что сегодня происходит, это крайне необходимо для развития страны, и когда мы показали еще и месторождение, у нас бизнес-планы прописаны под несколько крупнейших месторождений Боливии, и по экономической эффективности мы можем в течение двух лет практически утроить ВВП страны, понимаете, что это очень значимо и очень важно, и это технологические решения, поэтому это еще одна точка, которая вот сейчас активно врывается и начинает развиваться, то есть, как мы уже говорили, что в ближайшие две-три недели будет большая наша делегация едет во Вьетнам также общаться с руководством, и тоже обсуждать ряд проектов, готовится поездка сейчас в Монголию, это тоже везде встречи идут на самом высшем уровне, это помимо той работы, которая уже идет, та, которая идет и с Арабскими Эмиратами, и с Катаром, и с еще рядом стран Персидского залива, это все, друзья, мы о начале или о запуске этой работы говорили, тут вопросов много задаются, просто, друзья, настолько сейчас уже интенсивный и график работы, что просто уже, так сказать, мы понимаем, что еще какое-то время и будет предел по тем возможностям, которые физически сейчас есть, вот этой команды, которая есть, поэтому, естественно, что мы ищем и привлекаем новых партнеров, к нам подключаются новые люди, которые работают по разным странам, потому что, друзья, без именно сети наших активных партнеров, без сети адресных проектов, и там, где в каждом проекте есть свои активисты, там, где всегда, там, где есть талантливые и грамотные инженеры, вот как вот вчера в Боливии я увидел человека, который просто вот буквально с первой презентации абсолютно четко понимает и технические особенности проекта и его преимущества, вот, но, друзья, сразу оговорюсь и сразу могу сказать, что качество презентации, которые вот я даже сейчас веду и те, которые были год назад, это, друзья, небо и земля, потому что, когда начинаешь с демонстрации роликов, которые уже и снимались в фесте и которые идут потом на испытаниях, то есть сразу нет, друзья, никакой иллюзии, что это компьютерная графика, что это какое-то, там, далекое будущее или что это нереализуемо, когда видишь уже действующие машины, все, ну, а потом уже показываешь анимацию, говорим, а дальше мы делаем вот скоростную дорогу, в следующем году она будет построена и продемонстрирована и будут скорости в диапазоне от 300 до 500 км в час и грузоподъемность, грузопоток, который может пропускать трасса от 20 до 200 миллионов тонн и пассажиропоток от 300 до 3 миллионов пассажиров в сутки. Соответственно, друзья, это тоже и для тех, кто понимает техники и очень серьезно впечатляет и очень серьезно внушает уже именно необходимость включаться в этот проект, потому что этот проект, друзья, необходим везде. Транспортная инфраструктура нового поколения, которая совмещена с энергетическим и информационным коммуникатором, то есть это все в одном, и то, что является экологическим и экономическим абсолютно нового уровня проекта, это как раз говорит о том, что спрос на проект Skyway будет только-только увеличиваться. И здесь, друзья, как раз я еще раз, мы вводили с Алексеем это понятие еще в позапрошлом году, вот именно с точки зрения экономического развития. Первый этот термин, не мы авторы, я сразу могу сказать, что автор этого термина это экономист, известный политолог, это Михаил Хазин, когда он выступал на одном из наших вебинаров в начале проекта, он ввел такое понятие, как время внутри континентальных стран. То есть он подвел очень интересную такую концепцию развития, что за последние 10 тысяч лет активного развития человечества, цивилизации, особенно последние 3 тысячи лет преимущества всегда имели океанские страны, то есть те страны, которые имеют выход в море и в океан, потому что основной средством коммуникации были корабли, передвигающиеся на природном ветре. Соответственно, это до буквально середины 18 века это был основной принцип передвижения. И только потом с возникновением, уже с появлением паровой машины, когда появились пароходы, уже начала развиваться металлургия, то есть появились железные корабли с паровыми двигателями, а потом уже с двигателями внутреннего сгорания. И вот где-то с конца 18-го, начала 19-го века эта система стала меняться. А до этого был парус, природный ветер, и человечество развивалось именно по этому принципу и всегда доминировали цивилизации, которые имели выход и имели, возьмите это и доминирование голландской цивилизации, потом португальской, потом испанской, потом долгое время, британская империя. Соответственно, это все обусловлено с тем, что кто имеет выходы в океаны. И только, друзья, с началом 21-го века, когда пришло новое в океаны. Коллеги, всем здравствуйте! Спасаем положение. То есть пока Сергей Анатольевич не закончил свою часть, я продолжу, но в принципе на ту же тему, на которую вещал Сергей Анатольевич. И хотел бы я обязательно всем анонсировать и непосредственно уже рассказать вообще об вышедшем действительно очень мощном научном труде Юницкого Анатолия Эдуардовича, который был переиздан. То есть это струнные транспортные системы на Земле и в космосе. Поставьте плюсики в чате, кто читал 95-го года издания. То есть я прочитал от корки до корки. Конечно, там очень много, я могу сказать, и научных фактов, и формул. И я могу сказать, что вот именно переиздание позволит вникнуть, как выразился Анатолий Эдуардович, от обычного человека, то есть проще говоря, от празднорабочего, кухарки, либо человека без образования, вникнуть в эту действительно великую идею создания струнного комплекса на Земле и в космосе. И я действительно рекомендую всем, вот кто будет только погружаться в проект, передавайте вот эту вот ссылку, и пусть каждый ознакомится в первую очередь с этим действительно научным трудом. И я думаю, что сейчас время подходит к тому, что действительно струнные системы сейчас не являются какой-то теорией, как, допустим, это было в 95-м году, как это было даже и в 2014 году. Это уже доказанная практика. И на сегодняшний день, когда действительно у нас на Экотехнопарке нарабатывают каждый день ходовые испытания, все вновь и вновь, улучшаясь, модернизируясь, самообучаясь. Многие виды подвижных составов, то есть это уже и юнибайки, легкий прогулочный транспорт и юнибусы, причем и 14-местные уже бегают, так скажем, и 28-местные уже готовятся также пуститься в ход именно за 14-местным и уже даже 56-местные готовятся к созданию. И многие видели на производственной площадке, которая более 2000 квадратных метров занимает, что это действительно происходит. Уже не то, что проектируется, создается юни-лёд и, соответственно, все видели на экофесте юнитрак. В прошлом году мы не могли этим похвастаться, то есть был только... Так, хрип, дорогие друзья, сейчас сделаю потише. Только 28-го ноября у нас сделал свои первые шаги юнибайк, но сейчас действительно целый спектр струнных транспортных систем мы можем наблюдать на экотехнопарке. И действительно, сейчас мы вплотную подходим к тому, чтобы в 2018 году уже продемонстрировать предостаточное финансирование и при следовании бизнес-плану уже высокоскоростное транспортное исполнение юни-лёд. То есть это вначале будет отработка 300 километров где-то в час, потом 400, потом 500 и далее уже и выше. И даже условия фор-вакуума, то, что сейчас вот говорят Hyperloop, то есть мне сбрасывали, что вот с Нью-Йорка до Вашингтона Hyperloop опять собирается что-то там, подписали проект. Ну, дорогие друзья, есть такое понятие, как американское шоу, Американская мечта, когда вроде как мечта есть, но непонятно, как к ней двигаться, то есть никаких исполнений, средств для исполнения этой мечты нет. И я поражаюсь тем инвестициям, которые привлечены, то есть Hyperloop One, если не ошибаюсь, было привлечено 130 миллионов долларов, плюс там выходцы, пиши вар и так далее. То есть это стартапы в таком уровне, как PayPal и другие стартапы, то есть это весьма небедные люди. Hyperloop Transport Technologies тоже в районе 100 миллионов долларов. И все, что они продемонстрировали, это проезд тележки. То есть мы где-то год назад видели, когда у нас уже вовсю готовился к своему путешествию первому Unibike и, соответственно, недавно, типа в условиях форм-вакуума, что-то там у них проехалось. Ну, дорогие друзья, это абсолютно непреодолимые инженерные трудности, которые никак не были на сегодняшний день решены. И что касается нашей технологии, сейчас вслед за 2018 годом мы будем подходить уже к отработке технологии для как раз-таки вот этой концепции движения гиперскоростного в условиях форм-вакуума. То есть это 1250 километров в час будет достигать, дорогие друзья. То есть это вполне может заменить и среднемагистральную, и дальнемагистральную авиацию, и действительно сделать перемещение любых, могу сравнить как Big Data, то есть большие объемы данных, как сегодня это позволяет сделать интернет, как абсолютно децентрализованно, абсолютно безопасно и защищенным образом позволяет перемещать сейчас вот блокчейн, вливается индустрия, хотя Анатолий Эдуардович описал вообще принципы, которые сейчас используются в блокчейне, именно вот в этом направлении, в втором по значимости после, наверное, струнных систем на Земле и в космосе. Это именно по финансовым аспектам, а как же реализовать вот эту концепцию, как же прийти к общепланетному транспортному средству, как же трешить проблемы экологии. И, дорогие друзья, я рекомендую действительно вот обратить внимание, что многие идеи, которые сейчас уже реализуются Анатоли Эдуардовичем вживую и были описаны какая 30 лет назад, какая 40 лет назад, они повторялись. То есть вот даже описание Гиперлупа, я не исключаю того момента, что, может быть, даже из каких-то источников и каким-то образом, может быть, это одновременное мышление, Маск все-таки придумал, типа придумал и потом открестился, ну, как Анатолий Эдуардович выразился, когда он все придумал, когда Маск еще ходил под стол. И это действительно так. И с футурологом мы общались темнокожим также. Я могу сказать, что он был в курсе о трудах именно по струнной системе. Вот на выставке в Индонезии мы с ним познакомились, ну, помните, на вебинаре мы посвящали. И он тоже сказал, что он знаком был с Маском, когда тот еще ходил под стол. И вообще не было никакого именно понимания, что Маск станет каким-то миллиардером и так далее, создаст первый какой-то программный продукт. Но, дорогие друзья, я могу сказать, что если в начале, может быть, кто-то считал, что мы, как котята, начинали развиваться сначала в условиях краудинвестинга, то есть это то направление, которое сейчас вообще форсирует и толкает все развитие, то сейчас мы действительно профессионалы в этой системе. И я не побоюсь этого слова, наверное, одни из лучших в мире, потому что мы представлены в более чем 237 странах мира. Это больше, чем ООН. И поэтому вот о труде струнной транспортной системе на Земле и в космосе сейчас прорабатывается стратегия, чтобы максимальное количество именно вот серьезных потенциальных инвесторов и тех людей, кто занимается визионерством о космосе, то есть такие как Джефф Безос, они узнают об этом труде. И мы обязательно займемся именно популяризацией. Лично я и Сергей Анатольевич на всех конференциях сейчас мы будем делать упор именно на этом научном труде, который достоин Нобелевской премии. Неважно, как эта премия будет называться, дорогие друзья. То есть премия мира, премия всего человечества, премия всей экологии, зеленая премия. Но, дорогие друзья, я могу сказать, что, наверное, этот труд стоит узнать 99% живущих на планете Земля. И я с удовольствием перечитаю, всем вам рекомендую, сейчас обязательно чуть попозже мы сбросим ссылки, ознакомьтесь, посмотрите, вкусите. Действительно, вот это переизданное научное исследование. И что интересно, там действительно очень простым языком все написано, не возникнет никакого сомнения, либо труда это все впитать как губка. Потому что, дорогие друзья, мне вот что понравилось, вот Мирошниченко Григорий Михайлович, может быть, кому-то покажется вот это вот продвижение в Крыму, именно молодежи там и так далее. Мне писали, что там пожилой народ собирается, давайте, привлекайте молодежь. Ну, дорогие друзья, вот с Мишей мы общались и сейчас вот на таком предстарте стоим, ожидаем фильм, который все видели на Экофесте. Будет очень мощная система создана именно таких вот офлайн-презентаций. То есть у нас было много лендингов там и так далее. И сейчас из онлайн-пространства мы, наоборот, переходим в офлайн. Потому что очень много каждый день одновременно развивается стран, проводится встреч на различных языках. И, соответственно, вот этот фильм, который, я могу сказать, такое именно преддверие полного метра. И я думаю, что никто не сомневается, что Евгений Петров действительно талантливый наш и режиссер, и сценарист, и человек, который курирует именно вот выпуск различных статей, всех материалов РСВ, сможет осилить ту задачу, которую когда-то Кубрик реализовал, Спилберг. То есть у нас будут свои Кубрики и свои Спилберги, дорогие друзья. Как и вообще вот все абсолютно сферы. И я думаю, что в будущем постараемся. Может быть, получится и на Экофесте 2018. Даже музыкальная пауза у нас будет заполнена именно нашими артистами. Потому что я могу сказать, что такие таланты вообще поют про Skyway. Я ценитель на самом деле музыкального творчества различного. И меломан, так скажем. И я могу сказать, что музыкальная пауза именно в конце Экофеста вполне может быть осилена нашими артистами. И это, дорогие друзья, вот то мощное явление, которое было создано посредством краудинвестинга. Это объединение людей. Это объединение людей по всей планете. Это как раз таки декларация и материализация исследования тому слогану, который был произнесен еще в 2015 году. Сергей Анатольевичем и мной на вебинарах еще в СВИГе. Мы объединяем мир. И объединять мир – это наша работа. И все слоганы, которые «Строй Skyway, спасай планету», «Дай дорогу в мир Транснету». Почему «Дай дорогу в мир Транснету»? Потому что уже невозможно вдыхать и дышать вообще полной грудью Земле и ощущать вот эти десятки миллионов километров почвы, погребенных под асфальтом. И, как говорит Анатолий Эдуардович, если, допустим, можно заменить струнный транспорт на автомобили хорошо, то вот заменить то, что ведет к ОТС – это невозможно. Ну, дорогие друзья, я думаю, что всем понятно, что это достаточно мощное издание. И в первую очередь тот, кто погружается, все равно тот, кто погружается и начинает свой путь в проекте Skyway, сейчас ощущает такое чувство легкого шока, приятного, когда видит все именно движения наших подвижных составов в реальном времени, ощущает, понимает, что это абсолютная реальность сейчас и начинает рыть. Я думаю, что как минимум неделю все проводят, вот достаточно алгоритм вам, пожалуйста, к следованию, прочитайте струнные транспортные системы на Земле и в космосе. Потом, как у вас будет время, Анатолия Боровского, прочитайте все книжки, то есть это вся жизненная история вообще развития Skyway, всех активных участников Skyway, создателей Skyway и высшей инженерной школы Анатолия Эдуардовича. Далее это так вот, как приправы добавьте про ничейные деньги, как мы говорим, Андрей, пожалуйста, сбрось ссылку. Тоже я считаю, что очень мощное издание, мы будем просто разбирать по главам вебинары в будущее, потому что действительно там те идеи, о которых должен слышать весь мир. И как ушел из жизни недавно Жак Фреско и вот все люди, которые следовали за проектом Венера, остались без идеологического лидера. Я думаю, что все присоединятся именно к концепции транснета, концепции объединения мира в лучшем значении этого слова, концепции струнных транспортных систем на Земле и в космосе. Это, дорогие друзья, будущее. Как сказал один из детей, то есть младшее поколение, молодое сейчас поколение, который вернулся с Экофеста, его спросили в школе, друзья, где ты побывал-то, где был, расскажи. А я был, где показано наше будущее. То есть вот представьте, насколько ребенок ощутил и прочувствовал вообще Экофест. Это дорогого стоит, дорогие друзья. И неспроста у нас все развивается в Республике Беларусь. То есть мы освещали на прошлом вебинаре буквально вкратце декрет, который был подготовлен и сейчас уже абсолютно так вот серьезно пиарится и освещается непосредственно в средствах массовой информации Республики Беларусь. То есть это декрет о становлении новой экономики, в том числе с элементами именно диджитализированной экономики, то есть с элементами именно новых финансовых цифровых веяний, так скажем. И все складывается к тому, что неспроста Республика Беларусь была выбрана для развития проекта, то есть предпредшествовала этому и не победила в этом тендере на выбор строительства Эко-технопарка, потому что все-таки, дорогие друзья, я могу сказать, что скорее всего проект выбирал, где строить, а не кто-то выбирал для проекта, где он будет строить. И сейчас готовится и визит президента Республики Беларусь. Мы все с нетерпением ждем, но я могу сказать, что очень серьезные переговоры сейчас происходят и на уровне Российской Федерации. То есть очень интересные новости вас ожидают, и мы можем сказать, что вот все технологические инновации, все технологические веяния, вплоть до дронов, вплоть до грузовых дронов, все это найдет применение в Транснет. И Транснет не то, что впитает, Транснет позволит этим технологиям и капитализироваться именно в таком вообще принятом и широком, не какого-то специального назначения исполнения и применения. И, соответственно, мы можем сказать, что дроны будут помогать нам строить путевую структуру. Но если не строить путевую структуру, то как минимум в труднодоступных местах подвозить участки путевой структуры. То есть работа над этим уже ведется. И давайте скрестим наши пальцы, чтобы у нас, как сейчас и прошли переговоры, в таком направлении все и двигалось. То есть сейчас, я могу сказать, вот спрашивали Петр Клавриненко, если не ошибаюсь, спрашивал, как там дела в Арабских Эмиратах, как там дела в Турции, как там дела в других странах, в Монголии. Дорогие друзья, везде работа ведется. И, наверное, мы войдем, возможно, и в Книгу рекордов Гиннесса, как самая открытая корпорация, потому что очень много действительно информации рассказывается, дорогие друзья. То, что рассказывает Виктор, он даже мне не рассказывает, то, что не будет рассказывать никогда. И вообще вот где-то, наверное, 15% информации по адресным проектам знаем и мы с Сергеем Анатольевичем, и остальные члены направления. То есть мы не знаем очень-очень многого, и это скрыто под айсбергом, действительно, большей частью айсберга, адресных проектов Skyway, которые будут давать капитализацию, будут давать дивиденды, потому что это закрытая коммерческая информация. Если кому интересно, прочитайте такую книжку Джона Перкинса, как «Исповедь экономического убийцы». Может быть, некорректное сравнение, но примерно такая же закрытая информация является наши адресные проекты. То есть ее нельзя распространять, иначе может очень многое сорваться. И что я могу сказать, вот допустим, что я могу показать по путешествию Виктора в Индонезии. То есть Виктор у нас становится сейчас таким вот азиатом. И даже на встречах Виктор ходит вот в таком одеянии. Я могу сказать, что это нужная очень вещь, батика, официальная одежда такого высшего уровня. То есть на переговоры ходят либо в батики, либо в пиджаке. Ну, батики, как вы понимаете, намного более прохладные. И проводятся переговоры на высшем уровне. Как Сергей Анатольевич сказал, что завтра будут проходить очень серьезные переговоры. Вот вы видите Мадину. То есть это наш партнер, это очень мощный юрист. Мадина владелец и учредитель одной из серьезнейших юридических компаний. И завязалось взаимоотношение именно с командой. Кто-то из команды уже отсеялось. Выставки с Индонезии. И я думаю, что вы чувствуете здесь энергетику переговоров. И кто ведущий, а кто ведомый. То есть кто говорит, а кто слушает. И, дорогие друзья, я могу сказать, что, наверное, это будет сейчас на всех фактически переговорах. Потому что действительно те струнные аргументы, которые мы имеем, те железобетонные аргументы, которые мы имеем, они ни в коем сравнении не идут с теми контраргументами, которые нам будут выдвигать на переговорах. Поэтому могу подытожить. И Виктор пообещал, что такое интервью за чашечкой сока, либо кофе, либо каких-то других напитков обязательно даст уже в спокойной обстановке, собрав мысли на бумаге в первую очередь, потому что чтобы не проскользнуло то, что нельзя вдруг рассказать. Потому что за нами очень многие следят. За нами следят китайцы, за нами следят те же гиперлупы и так далее. И многие сейчас уже догадываются, к чему мы планируем прийти. И, соответственно, очень много инсайдной, очень много коммерческой информации. Я рекомендую относиться ко всем ресурсам, будь то это наши вебинары, будь то это Skyway Capital, будь то это Skyway Invest Group вебинары. Так вот именно, что послушали, приняли ко вниманию, получили какой-то заряд мотивации, бодрости. Но все-таки основные новости у нас выходят из официальных источников и официальных ресурсов. И этих новостей более чем достаточно. То есть не будем комментировать и поездку, и Skyway Invest Group в Индию. То есть я могу сказать, что переговоры все там организовывались только командой головной компании, лично Анатоли Эдуардовичем, лично Виктором, лично партнерами. И в Индии никто из фондов не принимал участие на тех переговорах, которые сейчас и с министром транспорта Нитином Гаткари вы видели, и с другими серьезными такими участниками. И, дорогие друзья, есть и заряд, и умение, и расширение штата сейчас уголовной компании, потому что нам помогают сейчас очень серьезные партнеры, которых, так скажем, испытали, обкатали непосредственно, когда была выставка в Индии. Это мощнейшие партнеры с мощнейшим опытом, с мощнейшими связями. И я думаю, что когда начнется адресный проект, будь то в Индии, будь то в Индонезии, будь то во Вьетнаме, мы обрастаем очень серьезной командой, и комар носа не подточит, когда начнется стройка. Тогда просто начнется массовое развитие Transnet в этих странах. И, как мы говорили неоднократно, друзья, Transnet будет развиваться не как-то, допустим, в одном регионе, запараллеленно во многих точках земного шара. И, как вы слышали уже из видео, то, что к мелкосерийному производству Skyway уже абсолютно готова, как технология, как производственная площадка, как именно инженерный состав, конструкторский состав. Skyway уже включает более 15 кб. В Шибанах погромная производственная площадка. Многие именно территории сейчас в ожидании прихода техники, прихода новых и сварочных аппаратов, и 3D различных, по 3D резких аппаратов. То есть, самые инновационные, самые перспективные, потому что сейчас у нас ощущается именно такое полудостаточное, я бы сказал, финансирование. Но можем двигаться по тем этапам, которые запланированы. И я могу сказать, что ждите, будет смена этапа. Я думаю, что в ближайшее время за 2-3 недели, максимум срок, который может быть короткий, это за неделю все предупредят. Я сам так вот держу именно на предстарте руки и по пальцам обеих рук, чтобы зайти в личный кабинет. И не вывожу, честно говорю, именно вот с первого аккаунта, который вот у нас не с Сергеем Анатольевичем деньги. Потому что буду докупать акции и вижу только перспективу, несмотря на то, что дисконт уже меньше, чем в 2014 году. Но, дорогие друзья, действительно, возможности, которые бывают сегодня, они бывают раз в сто лет. Те технологии, которые развиваются, будь-то умная медицина, будь-то умный какой-то искусственный интеллект, будь-то умная логистика, все это невозможно к развитию без высшей школы Юницкого, инженерной школы и без развития Транснет. Потому что, если не будет безопасного, быстрого, экологичного и действительно абсолютно из любой точки земного шара любых объемов грузов, любого количества пассажиров без каких-либо пересадок, вот все направления, которые развиваются, они останутся направлениями не для людей, а для каких-то корпораций. И качество жизни, общее на планете Земля, оно не будет повышено, останется на прежнем уровне. У Транснет же задача немножко другая, и мы понимаем, что мы сейчас в преддверии таких вот серьезных экономических коллапсов. И я прошу не забывать также и по Российской Федерации, то, что сейчас у нас очень серьезное такое преддверие. Неизвестно, что будет в августе, в сентябре. И сегодня вот я в спортзале, когда был, рано утром, потому что рано утром только время отходить в спортзал, пока я на юнибайке не могу ездить и поддерживать физическую форму. Я услышал новости от США по ужесточению санкций и неизвестно, что будет в августе, в сентябре. Я побоюсь только сказать, что будет в январе в Российской Федерации. Это уже Сергей Анатольевич, как экономист, как прогнозист, вам скажет. Неизвестно, что будет в Европе, потому что планируются очень серьезные изменения и в Евросоюзе. И предтечем таких изменений, именно вот как такой вот может быть факт, то, что к 2020 году планируют десятки миллионов уже инвестиций в создание и инвестиции в крипто направление от самого Евросоюза. То есть это означает, что, наверное, с евро что-то может произойти. В РС сейчас новости тоже прогремели. Распродает активы. И, дорогие друзья, в арабском мире тоже вот с Катаром, допустим, происходит тоже что-то непонятное. То есть он потихоньку становится аутсайдером. То есть сейчас у нас как пружина сжимается мировая экономика. И если бы не международный экономический ковчег, если не международный оцифрованный экономический ковчег, который мы сейчас прорабатываем и готовим, то, наверное, я бы сказал, что, друзья, только ждать. Ожидайте спасения, как говорится, и нет. То есть будем воспринимать ситуацию как должное. Но спасение у нас есть. И добро пожаловать, наверное, всем сейчас на борт. Почему я говорю «наверное»? Потому что каждый сам решит, хочет ли он быть в цунами, хочет ли он быть именно в таком потопе мировой экономики, либо оказаться на борту среди международного экономического ковчега, среди сподвижников, среди соратников и среди высококапитализируемой технологии, которая сейчас уже не первые шаги начинает. Но самое интересное начнется, когда у нас первые гвозди, первые колышки будут сбиты на экотехнопарках в других странах и когда начнут развиваться адресные проекты. То есть физически это невозможно примерно, я думаю, чем через пол-полтора года, два года, потому что нужно подготовить техническую документацию. Но, дорогие друзья, процесс уже начат и он необратим. Я думаю, что кто бы как ни старался. Благодарим троллей за тренировку такую и действительно разминку перед серьезными маркетингами, войнами. Мы к ним готовимся и будем к ним готовы. Благодарю вас, друзья. Сергей Так, ну все, друзья, тогда до вечера. Я, кстати, хотел бы анонсировать, сегодня у нас такой в Skyway Capital исторический день, я бы сказал. Потому что сегодня в первый раз в Skyway Capital сегодня и далее всегда пройдет в 9 часов по Москве вебинар. С чем бы вы подумали? С последовательным английским переводом. Поэтому давайте собирать английское наше сообщество, комьюнити. Друзья, вот эту ошибку, которую обещали, обещали исправить. И вначале у нас Мила Хьюз планировала переводить с Австралии. Но мы нашли мощнейшего переводчика. Я думаю, что гражданам и всем, кто говорит на английском языке, очень сильно понравится. И они будут регулярно все прибавляться и прибавляться. Пока что все будет в этой же комнате в России. Но, дорогие друзья, я думаю, что через месяц, как минимум, англичане уже... Спасибо, Алексей. Я там чуть-чуть не запланированно выполнил. Шесть раз меня выкидывала комната. Вот. Поэтому... Причем я уже думал, что интернет у меня заботит, но перископ работает бесперебойно. То есть все как бы то. Но, как мы уже говорили, есть недостатки у Мерополиса. Но при этом есть еще и преимущество, которое не дает ни одна другая комната. Поэтому мы меримся пока с тем, что есть недостатки в Мерополисе. Но, друзья, со временем я думаю, что и создадим свое, и будет у нас свое приложение и для компьютеров, и для мобильных телефонов. Но это, друзья, чуть-чуть впереди, так сказать. Одно могу сказать, что мы над этим очень и очень активно работаем сейчас. Вот. Алексей анонсировал уже книгу, которая сейчас переиздается. Могу сказать, что она переиздается после встречи Юницкого с председателем Академии наук Беларуси. То есть это, в общем-то, их инициатива была, когда он посмотрел. И Юницкий просто очень, скажем так, относится очень, скажем так, требовательно и очень, ну скажем так, настороженно, когда начинают всякого рода технологи или технари говорить, что здесь нет науки. И особенно он очень резко отреагировал на то, когда министр транспорта в присутствии вице-премьера Академии наук начал говорить, что такое Skyway здесь, какая тут наука, здесь нет никакой науки, подумаешь, там, натянули проволочки, поставили на них там подвижной состав или там паровозики. Вот. На что Юницкий как раз показал еще вот эту монографию, которая написана в 89-м году, он ее начал писать, издавалась она, первое издание в 89-м, потом в 95-м переиздавалась. Соответственно, сейчас это уже получается третье издание. И он просто показал расчеты, показал математику, показал все, что сегодня именно закладывается с точки зрения и аэродинамики, и сопромата, и сопряжений, и вообще вантовых конструкций. И это же все не отдельные конструкции, они все соединены в единую систему. Вот. И это, скажем так, одна часть вопроса. Но вторая, то есть я прошу именно на это смотреть, как на фундаментальный труд, с которым ничего нельзя сравнить, кроме, наверное, трудов Константина Эдуардовича Циолковского, когда он в конце 19-го, в начале 20-го века обосновывал ракетное движение, освоение космоса именно с применением закона сохранения импульса, как разновидности закона сохранения энергии. И только многоступенчатые ракеты, которые отбрасывают сжигаемый газ большой скорости назад, могут двигать летательный аппарат вперед. Это выглядело полной фантастикой в конце 19-го, начале 20-го века, потому что тогда только авиация стала делать первые шаги. И на Циолковского смотрели, как на определенного, ну, скажем так, визионера или тех, кто не понимал, что на определенного мечтателя, который пытается дать новый принцип движения. Но, друзья, время – это та категория, которая все расставляет на свои места. И поэтому сегодня и Академия космонавтики названа именем Циолковского, и сегодня есть города, названные именем Циолковского. И основные труды, которые есть, они сегодня лежат в основах научного, именно цивилизационного развития. Потому что Циолковский первый показал и применение многоступенчатых ракет, и вообще применение закона сохранения импульса для движения, как разновидности закона сохранения энергии. И, соответственно, дал конструкцию первых ракет и орбитальных комплексов, и камер шлюзования, и много-много-много чего, чем сегодня человечество пользуется. И никакого другого пути до сегодняшнего момента, освоения космоса и быстрого перемещения без реактивного движения, без закона сохранения импульса невозможно. И Циолковский как раз показал, что другого пути, кроме ракетного освоения, быть не может. И поэтому, кто бы как ни говорил, но космонавтика сто лет развивалась именно по тому пути, по которому его написал и показал Циолковский. Он его не придумал. Эти законы не придумываются, друзья. Эти законы открываются. То есть они существуют вне зависимости от нас и наших знаний о нем. Но законы сохранения, их можно только открыть. И, соответственно, Циолковский показал, что это возможно. Прошло сто лет, и опять, друзья, наш соотечественник Анатолий Эдуардович Юницкий, показал новые теперь перспективы на еще ближайшие сто лет, когда с помощью законов сохранения энергии и уже как разновидность закон сохранения масс можно применять для движения. Никто сегодня закон сохранения масс для движения в пространстве не применял. Это было технически невозможно. Но все, друзья, происходит впервые, всегда происходят первые инженерные открытия, научные открытия. И как в свое время Циолковский обосновал и показал применение закона сохранения импульса для движения, для движения в пространстве и околоземного движения, то есть межпланетарного, когда можно за пределами атмосферы двигаться. Точно так же Юницкий обосновал и показал, что с применением струнных технологий можно создать и новую транспортную коммуникационную систему на Земле и, соответственно, дальше перейти в освоение космоса. Никто, друзья, этого никто даже не мог предположить. А здесь, друзья, по срокам, чтобы вы понимали, еще в 89-м году Юницкий проводил международную конференцию о неракетном освоении космоса. То есть у этой, друзья, истории, у этой научной технологической теории уже довольно-таки большое именно история и развитие. И дальше именно из этой системы Юницкий, как инженер упрощая, сделал систему струнного транспорта, то есть это быстрое, дешевое экологическое перемещение по Земле. А сегодня пришло время опять поставить вопрос и обозначить, что все-таки основная мысль инженерной школы Юницкого это освоение именно пространства с созданием транспортной системы с применением абсолютно нового закона физики. И это, друзья, абсолютно, опять же, вся история человечества, вся история цивилизации, она показывает, что постоянно делаются такие открытия. То есть мы тысячелетиями плавали с использованием силы ветра, то есть природной энергии. Потом человечество додумалось в том, что можно создать паровую машину, то есть нагнетание давления за счет расширяющейся воды при нагревании, создать поршни и за счет этого вращать винты и, соответственно, пароходов и железной дороги. И пошла новая эра, то есть, помните, в технологических укладах это второй технологический уклад, когда стали развиваться железные дороги, металлургия и пароходостроения, то есть стали возникать пароходы. И следующим этапом это возникновение двигателя внутреннего сгорания, когда уже используя углеводородное топливо, научились извлекать еще больше энергии, чем энергию пара при нагревании. Соответственно, появились уже дизельные и теплоходы, и дизельные, соответственно, паровозы, ну не паровозы, а железнодорожные составы. Это следующий этап развития уже человечества. И это поэтому, друзья, этот этап идет, развивается постоянно. И сегодня опять инженерная школа, которая создана, опять же, нашим соотечественником, инженером Юницким, она делает следующий шаг и показывает следующие возможности, которые есть. Это и перемещение, как упрощенная система эстакады на Земле, а дальше, и как раз вот в этой книге, друзья, вы полностью логику увидите о том, что система фар-вакуума, то есть труб, в которых разреженное пространство для того, чтобы снизить сопротивление движения в атмосфере, описано еще 30 лет назад. И Юницкий как раз это применял для того, чтобы снизить сопротивление и накачать энергией транспортное средство, то есть передать ему энергию для того, чтобы достаточно для выхода в геостационарные орбиты. И это, друзья, тоже как раз как этап развития, и сегодня уже еще год назад мы об этом не обозначали, сегодня мы четко говорим, что наш первый этап развития транснета на Земле, это строительство сначала легких трасс, потом усиление уже более жестких эстакад и по пропускной способности, и по скоростям, то есть будут выходить на скорости 500 км в час, это, наверное, максимальная скорость при низких энергетических затратах, когда можно двигаться в атмосфере. Вот дальше для того, чтобы увеличивать скорость, надо снижать разрежение, то есть делать фарвакуум. И Юницкий как раз еще 30 лет назад предлагал фарвакуумные трубы, и мы также будем, друзья, в системе SkyWay переходить на гиперскорости, то есть 1250 км в час, и также в наших эстакадах будут фарвакуумные трубы для того, чтобы передвигаться, это как интернет и скоростной интернет. Также и SkyWay есть низкоскоростной, то есть до 150 км, есть высокоскоростной, то есть это 500 км в час, и будет гиперскоростной, то есть 1250 км в час уже в атмосфере, но, друзья, создание вот этих фарвакуумных труб, подвижного состава, который будет герметичный, соответственно, камер шлюзования, транспортных конверторов, где будет пересадка с низкоскоростных на высокие, на гипервысокие скорости, это тоже, друзья, сегодня уже прорабатывается, делается, это вопрос недалекого будущего, может быть, не следующего года, но 19-20 года, когда выйдет уже, когда мы подойдем к гиперскоростям, но, чтобы понятно было, друзья, это отработка элементов, то есть это создание элементов космоса, то есть разреженного пространства на Земле, и как раз будет отработано и взаимодействие с космосом, а это крайне агрессивная для человека среда, человек в вакууме погибает практически мгновенно, происходит скипание азота в крови, и, соответственно, это практически мгновенная смерть, во всяком случае, в считанные, там, если не доли секунды, то в считанные секунды, соответственно, это агрессивная среда, и с ней надо научиться работать, надо отработать технологии, и как раз мы это будем отрабатывать на Земле, в комфортных для себя условиях, а не в космосе. И следующим этапом, друзья, это уже создание ОТС, общепланетарного транспортного средства, цель и задача которой, друзья, чтобы вы понимали, только экология, только спасение Земли, потому что если SkyWay, он решит задачу и 60% сегодня углеводородов, то, что загрязняет атмосферу, мы уберем из оборота, то есть мы перейдем на возобновляемые источники энергии, а приводом будет электродвигатель, который использует экологическую энергию, а вырабатываться она будет только за счет природных источников, то есть ветер, солнце, тепловые насосы, еще ряд технологий, которые будут применяться, и на экотехнопарке вы это видели, то есть весь SkyWay будет работать только на возобновляемых источниках, не потребляя ни одного тонны, ни одного литра углеводородного топлива, который будет использоваться, сейчас используется для движения. Но при этом, друзья, 40% оставшихся загрязнений сегодня дает промышленность. Это дает металлургия, которая выплавляет металлы, сжигает кислород, выкидывает огромное количество сопутствующих газов и веществ. Это нефтехимия, то есть это то, когда сегодня синтезируются новые вещества с использованием медзольных кольцев, требует и огромное количество энергии, и огромное количество сегодня еще попутных веществ, которые также загрязняют атмосферу. Так вот, друзья, следующим этапом, для чего создается ОТС, это очистить вообще землю от промышленного производства, вынести все, что вредит сегодня здоровью человека, то, что сегодня вредит биосфере, то есть это атмосфера, в которой мы живем, это та частью которой мы являемся как живые организмы, как живые люди. Соответственно, на земле должна остаться абсолютно комфортная, приемлемая среда обитания, а все, что сегодня мы используем как цивилизация, но вредит экологии, должно быть вынесено за пределы нашего дома, за пределы атмосферы, как в свое время, как вы помните, костры, которые жгли в пещерах, и за счет этого умирали от рака легких, потому что было постоянно удушье, и, соответственно, их вынесли за пределы жилища. Так вот, точно так же, друзья, мы должны, все костры, которые горят, все, что сегодня вредит планете, все, что сегодня за пределы атмосферы. Поэтому сегодня шестой технологический уклад, это то, что сегодня мы с вами являемся свидетелями и создаем, это основа Transnet и Skyway, это то, что сегодня уберет экологически вредные производства с точки зрения транспорта и бытового потребления. То есть и дома, и наши жилища, и все офисные здания, они будут потреблять только экологически чистую энергию. И это, друзья, мы с вами должны реализовать в ближайшие 10-15 лет, а все основы для этого сегодня уже создаются. И следующим этапом, друзья, который мы декларируем, четко ставим, это вынос всего производства, всего промышленного потенциала, который сегодня используется для того, чтобы мы могли потреблять продукты цивилизации за пределы атмосферы. И технологические, теоретические и научные, друзья, разработки на это все есть. То есть сегодня Юницкий дал полностью научное обоснование, как в свое время дал теорию Циолковский, как в свое время Николай Жуковский просчитал и подъемные силы, и дал вообще всю основу аэродинамики, то есть на котором потом базировалось и базируется сегодня все авиационное строение и вся авиация. И здесь, друзья, мы опять же понимаем, что и именем Циолковского, и именем Жуковского названы именно академии, которые занимаются развитием и космонавтики, и авиации. Мы сегодня создаем и участвуем в научном направлении, которое создает новый ученый, именно российский, русский ученый наш, вот именно Леонардо да Винчи, направление, связанное уже с новыми использованиями законом физики. И сегодня, чем время отличается от начала 20 века? Что у Юницкого, как у ученого и инженера, есть возможность не только разработать и показать теоретические возможности применяемых инженерных решений, а еще и будучи генеральным конструктором, участвовать в их создании и, самое главное, участвовать в их применении. Это, друзья, говорит о том, что время очень сжимается. И не зря мы произносим сегодня такие фразы, что сегодня в Skyway год идет за 10. Вот, потому что действительно то, что с каким темпом сегодня развивается, ни одна технология до этого не могла развиваться. Хотя теоретический и подготовительный этап, он идет уже практически полвека. Но вот именно внедрение и переход к практическому использованию мало кому именно с научной и с инженерной точки зрения удавалось сначала открыть эти технологические решения, потом их показать, а потом реализовать. И, соответственно, так как мы сравниваем сегодня Юницкого, именно инженера Юницкого с Леонардо да Винчи, то мы сегодня очень много знаем решений Леонардо да Винчи, который показал, а реализованы они были через 200 и даже 300 лет. Соответственно, это, друзья, динамика того времени. Сегодня развивается совсем все по другим законам и, соответственно, и оборот информации, и количество информации, и использование информации, она сегодня находится на другом уровне и это будет только-только ускоряться. Поэтому, друзья, сейчас уже, опять же, мы обо всем этом частично вскользь говорили, но еще даже год назад к этому не пришло время. Сегодня четко можно заявлять, что цель и задача, хотя, друзья, вы почитайте и книгу 89-го года Юницкого, и еще ранее у него был целый труд, который мы тоже будем показывать, это создание эко-мира, где описываются и экосистемы, и новые технологические решения с использованием струнных технологий и агротехнологий, и описывается даже система электронных денег, то есть создание сегодня, ну как это модно говорить, криптовалют на основе технологии блокчейн. Так вот, друзья, все это описано уже многие десятки лет назад. Сегодня пришло время реализовывать. И когда мы сегодня четко можем позиционироваться и говорить, что Skyway продемонстрировал, сегодня транспортная коммуникационная система, которая решит все проблемы, которые сегодня есть перед цивилизацией, которые она сама себя загнала и сегодня находится часами в пробках, то есть сегодня убиваются десятки тысяч людей, миллионы людей на дорогах, а десятки миллионов становятся инвалидами. Мы сегодня портим и продукты питания, которыми питаемся, и воду, которую пьем, и воздух, который дышим, и здоровье, которое сегодня является единственной платой за то, что мы сегодня живем в цивилизации. Вот пришло время это менять. И сегодня именно Skyway подошел к тому, что он отвечает на те вызовы в цивилизации, которые сегодня стоят. И нас вот эти горе-прогнозисты или горе там, я не знаю, кто их там, визионеры, мне сегодня даже с некоторыми так несколько смешно общаться, которые предполагают, что они что-то видят о будущем, но несут абсолютную ерунду, просто абсолютную ерунду, понимаете. И когда на это смотришь, и высказывается очень много сценариев апокалипсических, что завтра будет война из-за того, что не хватает воды. Я говорю, друзья, нет проблем. Мы строим дороги и мы перебрасываем огромные сегодня ресурсы воды, где их избыток, там где недостаток. И нет проблемы сегодня в ресурсах воды. Более того, мы делаем ее экологически чистой, с природным холодом. Это мощнейший проект, который ведет Skyway. Новые территории. Сегодня, там говорят, перенаселение, нехватка и так далее. То есть, как вы посмотрите, основная земля сегодня не заселена. Сегодня есть абсурд, который создала цивилизация. Это скучность в мегаполисах, где люди живут в неестественных условиях, которые находятся в этих ужасных, я бы сказал, условиях, сами страдают, но не могут ничего изменить. Единственное решение, которое есть, это надо расселить эти мегаполисы. Для этого надо дать новую, простую, дешевую, экологичную транспортную систему, которой влез сегодня легкий Skyway. И мы решим эти проблемы. Этого не существует. Дальше новые территории, новые линейные города. Соответственно, это тоже решение, которое сегодня есть. И сегодня нет проблемы теоретически даже в населении, в расселении, в территориях. С помощью транспорта мы покрываем всю территорию, и население земли может и удвоиться, и утроиться, и ничего страшного в этом нет. Всем хватит и места, всем хватит работы, всем хватит продуктов питания экологически чистых. И эти решения сегодня есть. И поэтому я задаю вопрос этим горе-прогнозистам и горе-футурологам. Чем вы пугаете? Что страшного? Никаких проблем сегодня нет. Рабочие места на ближайшее время будут создаваться, потому что надо строить десятки миллионов километров дорог, это на ближайшие 10-20 лет все трудоспособное население земли будет занято. Будет создано огромное количество рабочих мест по освоению новых месторождений, огромное количество обслуживаний. Нет никаких проблем. Соответственно, развитие технологий, которые позволят сегодня удовлетворить потребности сегодня того не золотого миллиарда, который сегодня находится за пределами цивилизационного потребления. Поэтому, друзья, то, что мы сегодня создаем, мы решаем все проблемы, которые поставила цивилизация, и которыми нас пугают, и говорят, что из-за этих проблем могут возникнуть и конфликты, и войны, и какое-то перераспределение. Так вот, друзья, это тот случай, когда технология, инженерные решения отвечают на все вопросы. И, соответственно, я тогда задаю вопрос, там можно задать вопрос, если вы хотите воевать или вы хотите что-то перераспределять, то у вас, наверное, какая-то другая цель, а не забота о том народе или том населении, которое вы представляете. Значит, это могут быть какие-то либо национальные особенности, либо амбициозные, но это, друзья, аномалия. И мы всегда видели, что любая аномалия, будь то нацизм, будь то шовинизм, или будь то еще какое-нибудь в слове, это раковая опухоль. И человечество рано или поздно от этого избавлялось. Так вот, друзья, если мы все нормальные люди и говорим, что сегодня мы создали систему, которая решает все вопросы. Сегодня мы создали систему, которая может изменить именно качественное состояние жизни человека. И поэтому мы задаем вопрос, ребята, давайте это реализовать. Более того, я могу сказать, что мы никого не спрашивая реализуем сейчас эти вопросы. И у нас огромное количество сторонников во всем мире, которые помогают нам сегодня развивать технологию Skyway. Поэтому, друзья, сейчас то, что Алексей начал говорить, вот этот труд, который вы сейчас видите, я бы его сейчас поставил на одну чашу весов одновременно с такими трудами, как работы Леонардо да Винчи, работы Циолковского, работы Можайского и Жуковского. И, соответственно, это то, что дает и экономические тренды развития, и технологические решения, которые позволят это реализовать. К сожалению, конечно, друзья, осознание глубины и мощности таких научных теорий, они приходят со временем, приходят с реализацией. Ведь Циолковский при жизни, он не был признан как гений, как человек, который описал и создал. Он, в общем-то, когда заканчивал свой жизненный путь, он был абсолютно непризнанным в Боровске, учителем астрономии, и никто даже, кто жил с ним в соседнем доме, не мог предположить, что это человек, который определил развитие целого отрасли цивилизации на 100 лет вперед. Соответственно, ну, про Жуковского такого нельзя сказать, он, как выдающийся ученый, теоретик, был признан при жизни, но он не увидел, он не дожил даже до первого самолета братья Фрайт, который подняли буквально там через несколько лет после его смерти. Поэтому здесь, хотя они использовали все таблицы, все расчеты, которые дал Жуковский. Мы с вами стоим у истоков первого проекта, который от теоретических основ сегодня претендует на уже тренд в развитии общей цивилизационной, именно инженерной мысли и дальше к тому, что им будут пользоваться все. На наших глазах мы видели это с развитием IT-индустрии, как мы его называем, младшего брата интернета. Мы сегодня стоим, друзья, у создания транснета. И сегодня мне когда задают вопрос, что где когда-нибудь построено, что начало реализовываться. Друзья, реализовывается самое главное, что есть. Это первый проект, это первые трассы с транснета. Это, друзья, Марина Горка. Это то, что станет со временем элементом мировой транспортной сети. Сегодня, как мы вам уже много рассказывали и постоянно вы слышите информацию от Виктора Бабурина, от Алексея, еще от очень многих наших активистов и именно тех, кто продвигает и строит транснет, что сегодня десятки и десятки и десятки именно переговоров по адресным проектам. И каждый адресный проект, друзья, чтобы вы понимали, это элемент общего транснета. Пускай он сейчас не увязан, пускай он сейчас находится локально и строится только для реализации конкретной транспортной задачи, но в самое ближайшее время стандарты и логика, которые заложены в Skyway, это то, что это все объединится в единую транспортную сеть, которая будет называться транснет. И, соответственно, любой проект, который сегодня рассматривается в любой точке мира, это элемент общего транснета, который мы сегодня с вами создаем. Сколько времени уйдет на то, что транснет замкнется вокруг всей Земли, сейчас сказать довольно-таки сложно. Это очень сложный прогноз, но в принципе это вполне возможно, что это произойдет в ближайшие 15 лет, а может быть даже 10. И здесь я, друзья, конечно, не могу не сказать, на чем я хотел завершить, что сегодня идет активнейшая работа, я был на прошлой неделе на авиасалоне МАКС, и мы сейчас ведем очень тесные переговоры с крупнейшими российскими, и это тоже радует, друзья, корпорациями, государственными корпорациями, которые занимаются в области робототехники, летающих роботов с точки зрения создания вообще новых инновационных систем. Это и ОАК, объединенная авиационная корпорация, и корпорации, которые входят в нее, и агентство стратегических инициатив, и научный центр Сколково. Друзья, наконец, мы сегодня нашли консенсус, и мы сегодня создаем общее направление, где мы будем совместно разрабатывать именно роботизированные системы, которые будут строить трассы и станции Skyway. У нас сейчас это все в активной стадии сегодня проработки. В ближайшее время, я думаю, что еще до конца августа мы вам покажем уже практические наработки, которые сегодня делаются, и здесь пока, друзья, я могу сказать, что мне очень симпатизирует, и во всем этом процессе сейчас нравится, что везде сегодня в этих государственных структурах есть люди, довольно-таки молодые ребята, толковые ребята, которые видят направление Skyway, которые видят систему объединения и видят необходимость сегодня развития новой инновационной системы, и мы на равных уже, как научная инженерная школа, начинаем объединяться с этими мощнейшими структурами, все-таки для нашей страны, для мировой системы и Сколково, и ОАК, куда входят такие мощные концерны, как Ильюшин, Туполев, Сухой, то есть это и оборонная промышленность, и гражданская промышленность, так вот, друзья, это как раз те шаги, которые мы сегодня начинаем активно делать, и я могу сказать, когда на следующий год вы увидите и автоматизированные комплексы, которые будут строить Skyway, и роботов, которые будут и ездить, и летать, и все это будет для автоматизированного строительства в труднодоступных местах и регионах Skyway, это как раз уже совместная работа, и мы видим здесь Skyway, как именно локомотив, который дает сегодня заказ на все эти научные разработки, потому что очень много сегодня научного потенциала есть, но он неприменим, и именно Skyway, который сегодня осваивает новые территории, который сегодня идет к новым месторождениям, который создает новую логику расселения и новую логику цивилизации, он является локомотивом, и поэтому, друзья, мы абсолютно обоснованно утверждаем, что транснет и технологии Skyway с использованием инженерной школы Юницкого, это струнные технологии, это является основа шестого технологического уклада. Ну и, соответственно, дальше говорим, а основа седьмого технологического уклада будет уже Spaceway, то есть дороги, которые будут выводить уже всю промышленность и все производство на геостационарной орбиты за пределами большой научный, скажем, экскурс, я считаю, что это необходимо знать, необходимо понимать, потому что, когда начинают задавать вопрос, а чем ваш Skyway отличается от монорельса или от поезда на магнитном подвесе, то я, честно говоря, все, чем дальше и дальше, не могу на этот вопрос ответить, потому что как людям объяснить то, что мы создаем систему, которая будет выводить в космос промышленность, или как людям объяснить систему, что наша транспортная система не потребляет ни одного литра углеводородного топлива, а наоборот вырабатывает еще и электроэнергию. И как объяснить сегодня, что вы перемещаясь, можете заниматься спортом, работать в интернете и при этом не снимая своих тапочек, или как Анатолий Дович любит говорить, босиком на своем рабочем месте перемещаетесь в Париж. Тут один деятель очень любит писать в Париж в сауне или там еще, так сказать, поэтому, друзья, это сегодня даже представить нельзя, а мы это уже не то, что создаем. Мы, друзья, можем сказать, что и прототипы, и опытные образцы уже готовы. Это, друзья, большая разница. Хотим создать? Будем создавать? Создаем или создали? Понимаете, да? И в этом плане сейчас уже можно говорить, что тот потенциал, который сегодня идет, потому что готовятся сейчас встречи первых лиц, как я уже говорил, таких государств, как Боливия, Аргентина, Бразилия, Монголия, Вьетнам, Индонезия, Индия. Это то, что вот в ближайшее время мы с вами увидим именно визиты руководителя проекта Skyway, инженера Юницкого для продвижения проекта Skyway. Естественно, что нельзя охватить все страны, но этот процесс будет идти, и как раз с научной точки зрения, друзья, не поленитесь, почитайте, посмотрите, и вы увидите, что то, что сегодня реализуется, это возникло не вчера и не позавчера. Это очень глубокий, продуманный научный, соответственно, тренд, который Юницкий в свое время увидел, он его понял, он его описал, и, что самое главное, он сегодня это создает. Вот, поэтому, друзья, я очень рад, что я в этой команде уже 17 лет, что изначально мне хватило и ума, и интуиции подключиться. Очень многие, там, Виктор Бабурин уже, там, 8 лет, там, Алексей, там, 3,5, но самые сложные годы в этой жизни. И каждый из вас, кто подсоединяется, друзья, это тот, кто становится соучастником, соработником этого процесса, и, как я уже не раз говорил, если еще какое-то время назад, когда мои дети спрашивали, папа, а вот меня в школе спрашивают, чем занимается папа, я всегда отвечал, что я занимаюсь научной работой в области инженерии, то есть инновации в транспорте, то сейчас я просто открою, честно говорю, что я занимаюсь созданием Skyway. И это уже говорите, и это уже начинает и звучать как бренд, и звучать как то, что все мы причастны к этому очень большому и очень серьезному делу. Поэтому, друзья, естественно, что каждый адресный проект, который будет возникать сейчас, он будет усиливать наши позиции, он будет увеличивать количество наших сторонников. Но здесь как раз уже работаем, делаем, друзья, и готовимся к Эко-фесту 2018 года, до которого осталось 334 дня. Друзья, я на этом с вами прощаюсь до вечернего нашего вебинара. В 20 часов мы с Алексеем, как всегда, для европейской части, а в 21 будем проводить Юни-скай-вебинар. Как я уже сказал, как Алексей сейчас сказал, я уже, что мы добавляем туда английский язык и добавим потом французский язык, на очереди у нас стоит испанский и итальянский у нас есть. Соответственно, заявок сегодня у нас на 11 языков. Поэтому, начиная с сентября, мы начнем это активно еще усиливать. Поэтому, друзья, давайте до новых встреч. Еще раз пожелаем удачи Виктору Бабурину в Индонезии. Ждем завтра от него, ну или послезавтра от него очередного репортажа за чашкой кофе в нашем офисе в Индонезии. Ну, а я прощаюсь с вами, друзья. Строй Скайвей, спасай планету! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Здравствуйте! С вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости Скайвей, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. У нас сегодня буквально эпическое событие. Впервые в экотехнопарке Скайвей, что возле Марьиной горки, на полностью завершенной путевой структуре проводятся полноценные испытания, опять же, полностью готового подвижного состава. Но в данном случае речь идет о юнибайке. И о том, что испытывается, что проверяется сегодня, мы попросим рассказать начальника конструкторского бюро «Шасси» Сергея Владимировича Сосиновича. Здравствуйте, Сергей Владимирович! Здравствуйте! Подтвердите или опровергните, или уточните мои слова. Ну, действительно, сегодня мы здесь проводим натурное испытание разработанного нами транспортного средства «Инибак» в реальных условиях по определению максимальных тягово-динамических характеристик транспортного средства, сопоставления его с расчетными какими-то данными уже в реальных условиях экостехнопарка. Проверяем на двух типах трассы, в том числе параллельно отрабатываем цикл движения по легкой и провисающей закольцованной структуре. Кроме того, мы отрабатывали движение транспортного средства на подъеме, на провисающей уже структуре, максимальную скорость, рабочую максимальную скорость, которая позволяет не превысить требуемые параметры эргономические для пассажиров, прежде всего это вертикальное ускорение. Ну и прорабатываем, разрабатываем, проверяем, так сказать, и отрабатываем, контролируемый спуск, опять же, на превисающей структуре. Спасибо вам большое. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на нашем официальном сайте, поддерживайте наш проект и самое интересное у вас всегда будет впереди, как сейчас. Киножурнал окончен, начинается кино. Наслаждайтесь. Строй Skyway. Спасай планету. Как видите, наш суперсовременный квадрокоптер не успевал за ини-байком, превысившим расчетную скорость для участка 800 метров и разогнавшимся в день съемок до 102 км в час. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова